В Международный день чая наша съемочная группа решила провести в аутентичной для этого явлении обстановке из-за самой настоящей чайной церемонии, которую для нас провела Татьяна Шерсткова. На протяжении нескольких лет девушка постигала азы культуры чаепития. Теперь же с удовольствием не только рассказывает, но и показывает, как этот особый ритуал проходит в Поднебесной. Чаев в китайских очень много. И классификация чая гораздо шире, чем мы привыкли. Семь позиций. От белого до черного. И тот чай, который мы привыкли называть черным, в китайской классификации это всего лишь красный. Чай это очень интересно, это целый мир. И каждый чай, каждый вкус, он уникален. Поэтому, наверное, он и захватывает надолго, потому что невозможно остановиться на каком-то одном выборе. Китайская чайная церемония – это диалог между употребляющим напиток и самим чаем. В Поднебесной его дух олицетворяется с особым феноменом, поэтому на каждом этапе заваривания мастер помогает напитку раскрыть свою внутреннюю суть. Молочный улун, который нам довелось попробовать, заваривается быстрее остальных видов чая. Однако с каждым глотком человек все больше и больше погружается в его мир, где удачно сочетаются цитрусовые нотки и магический запах горных трав. У нас чайная церемония – это искусство чай питья. Это замедление, это отвлечение от всех дел, от всего лишнего, и это максимальное время для себя. Познание себя через вкус, через аромат, через звук. Здесь включаются все максимальные анализаторы, и это очень увлекательное путешествие. Массовая культура и быстрый ритм жизни сделали из ритуала что-то более простое и доступное. Хотя если у единицы погрузиться в мир самопознания, можно открыть новые грани души и вкуса – то, что может пробудить чай. Искусство чай питья – это что-то большее, чем просто философия. Это возможность побыть наедине с самим собой, своими мыслями и планами. Шанс взбодрить ум и творческое мышление, чтобы дарить окружающим новые гениальные идеи. А еще это мир, не до конца изученный и глубокий, постигать и изучать который не просто интересно, а полезно и приятно.